Открытый диалог с молодежью. В Центре молодежного инновационного творчества состоялась встреча активной молодежи с представителями власти. На ней обсудили результаты исследовательской работы над проектом «Клуб управленцев Босса общества». Еще на примере успешных и известных людей провели открытый диалог. О значимости мероприятия расскажет Альбина Ламкова. На площадке ЦМИД собралась активная молодежь республики. Им на примере успешных и известных людей рассказали о том, как добиться успеха в любой сфере. Общение талантливых и неравнодушных людей с представителями власти, молодыми профессионалами и социальными активистами прошло продуктивно. Они видят свое будущее в этих людях. И, конечно же, тот опыт, который накоплен чиновникам, успешным бизнесменам, журналистам, это, конечно, топ подспорья и важная информация для нашей молодежи. Думаю, что надо чаще встречаться с молодежью, надо слушать и держать руку на пульсе, чтобы сохранить нашу талантливую, креативную, хорошую, красивую молодежь. Посредством реализации и создания проекта «Клуб управленцев БОС» сообщества определили развитие управленческого потенциала среди молодежи Карачаева-Черкесии. С каждым участником велась индивидуальная работа через аппаратно-программный комплекс. В будущем с помощью системы планируют вовлечь большое количество молодых людей в социальную жизнь республики. А также научить их при помощи БОС определять лечение многих заболеваний и реабилитацию. При помощи биологической обратной связи мы улучшали такие навыки, как память, концентрация внимания, управление эмоциями, работа в команде. То есть ребята погружались в себя, изучали себя, изучали работу своего мозга, своих эмоций, научились контролировать свои мысли, свои эмоции. Это все при помощи компьютерных технологий. Работа клуба управленцев БОС-сообщества показала хороший результат. Говорит об этом не только руководитель Алима Найманова, но и участники проекта. На мой взгляд эффективность очень высокая. Если до этого у меня была повышенная тревожность, были проблемы со сном, были проблемы с концентрацией внимания, были проблемы с расслаблением, были проблемы с памятью. Сейчас я могу сказать, что большинство этих проблем либо ушли полностью, либо их какое-то влияние на муж жизни сильно уменьшилось. И хочется еще отметить, еще один положительный плюс этой технологии. Он помогает тем, кто перенес ковид. В общем, ко мне вернулись все запахи. Опыт положителен, поэтому исследовательский интерес растет. Главное продолжать работу, чтобы учесть все нюансы, отметила Алима Найманова. По обратной связи, действительно, от многих проблем ребята избавились, таких как тревожность, нарушение сна. И как раз тогда был период подачи проектов, такая очень жаркая пора. Многие ребята справились со своим стрессом. То есть, ту обратную связь, которую мы получили, для нас она очень ценна. То есть, мы сделаем вывод, что наш проект был не зря, и мы хотим дальше развиваться. В будущем руководитель проекта планирует искать новую целевую аудиторию. И, возможно, работа с другой возрастной группой. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Корчаева, Черкесия.